Отремонтированное помещение филиала Брестской городской поликлиники номер один будет способствовать более качественному обслуживанию населения и выведет медицинские услуги на новый уровень, уверен главный врач учреждения здравоохранения Владимир Клименко. Уже в понедельник в обновленных кабинетах врачи поликлиники будут обслуживать своих пациентов, которых по подсчетам регистратуры в филиале не одна тысяча. Условия пребывания для пациентов, потому что если сравнить ту часть, которая еще не отремонтирована и та, которая сегодня сдается в эксплуатацию, это конечно отличается. Значит условия пребывания пациентов значительно улучшаются, условия работы медицинских работников, но самое главное это еще и соблюдение норм санитарного законодательства. Сегодня была открыта только первая очередь, далее предстоит отремонтировать еще два блока помещений. На это из городского бюджета было выделено около 13 миллиардов белорусских рублей, из которых 4 миллиарда уже потрачено на реставрацию первой очереди. Сотрудники филиала довольны улучшенными условиями работы и современным аппаратным обслуживанием. Они считают, что это будет способствовать скорейшему выздоровлению пациентов. Работа сделана огромная, большая. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы полностью наша поликлиника, наш филиал вошел в таких условиях для работы дальнейших, потому что работа предстоит еще очень большая. Во время осмотра помещений мэр города Александр Палышенков неоднократно отмечал, что подобные капитальные ремонты будут проводиться в 2014 году и в других учреждениях здравоохранения. Председатель Брестского горосполкома пообещал, что в мае в филиале откроется вторая очередь отремонтированных помещений. Он уверен, главная задача представителей городской вертикали – обеспечить доступность оказания качественных медицинских услуг всему населению. Градоначальник считает, что при правильном планировании бюджета эту проблему удастся решить. Первая задача власти – это сделать жизнь людей комфортной. И вторая задача власти – сделать ее достойной. То есть надо обеспечить рабочие места нормальную заработную плату и нормальные условия среды, которые входят и медицина, и образование, и транспорт.